Добрый вечер! Сегодня последний четверг месяца, а значит эфир городского телеканала продолжает программа «Диалоги» и я, ее ведущая, Ксения Власова. Гость в студии сегодня, исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. Владимир Михайлович, здравствуйте! Ксения, добрый вечер! Ну, прежде чем мы приступим к диалогам, напомню, телефон прямого эфира 30-22-00 и 72-11-60. По этим номерам вы можете задать вопрос городоначальнику, также пишите вопросы в открытую группу городского телеканала ВКонтакте. Адрес вы видите на экране. Ждем ваших обращений. Владимир Михайлович, ну, хочу начать действительно с горячей новости. Минувшей ночью произошел пожар за Волгой. Знаю, что вы были на месте происшествия. Но для зрителей напомню, улица 4-я Яковлевская, дом 15, там загорелось одноэтажное здание с печным отоплением. Пять семей, три семьи с пятью несовершеннолетними детьми сейчас действительно остались без крова. Какая помощь оказана им? Ксения, действительно, вчера в ночь было возгорание на этом доме. Когда я туда приехал, уже пожар был потушен. Он был небольшой, никто не пострадал. Семья была тут же определена в гостиницу «Которсаль». Это пять взрослых, как вы сказали, и пятеро детей. Доехал также до гостиницы, разместили. С размещением проблем никаких не было. Меры поддержки все, которые необходимы, мы окажем. Сегодня утром в администрации провели уже КЧС, собрали все службы, пригласили застройщика, который им уже до этого были согласованы три квартиры. То есть это было не единственное их жилье? Да, это жилье, в котором они проживали рядом с строительной площадкой. И у застройщика есть договоренность с этими семьями о том, что они переедут в новый дом. Поэтому этот дом вводится в понедельник максимум, это среда на следующей неделе. Газ, электричество, все коммуникации поданы, и семью обязательно мы уже заселим в комфортабельные новые квартиры. Поэтому никакого опасения, никаких трудностей с этим нет. Ситуацию держим на личном контроле. Губернатор поручил, чтобы, само собой, такие ситуации отрабатывались, и все меры поддержки были оказаны. Поэтому мы все выполним. Ну и действительно, в любом случае, наверняка, они еще остались и без одежды, без каких-то вещей, или удалось хотя бы документы сохранить? Нет, у них все сохранилось. Пожар был быстро потушен, локализован. Поэтому все есть, и одежда есть, и документы есть. Поэтому все, что необходимо, еще раз подтверждаю, мы поддержим, окажем помощь. И максимально быстро постараемся заселить эти семьи в новое жилье. Ну то есть срок недели получается? Да, срок недели. Потому что дом абсолютно готов, он на вводе, документы, мы все, что зависит от нас, сделаем. Это отлично, действительно. Ну уж поскольку мы действительно с вами сейчас затронули тему долевого строительства, в котором оказались и пострадавшие, как выяснилось, к счастью, теперь они будут, собственно, иметь нормальное, комфортабельное жилье. И тем не менее, у нас очень много в Ярославле тех, кто от участия в долевом строительстве пострадал. Я знаю, что, невзирая на то, что это все-таки областные полномочия, впервые, наверное, за долгое время, мэрия тоже взялась за решение их проблем. И вы уже побывали неоднократно на Ньютона, на Мануфактурной, есть движение вперед. Я так понимаю, совместно с областью, с точки мертвой, сдвигаете ситуацию? Да, Ксения, конечно, жители это города и проблемы, решение проблем нас никто устранить не может. И, соответственно, когда пишут, обращаются, жители просят, чтобы приехали, разобрались с ситуацией. Мы выезжаем, общаемся, обязательно информация вся передается в департамент строительства. Мы совместно отрабатываем те моменты, в которых мы можем помочь, это отрабатывается в первую очередь. Если какая-то более сложная ситуация, связанная с дополнительным финансированием, либо с какими-то, бывает, даже судебными решениями, тогда этот процесс немного затягивается. Но вот хочу сказать, что по Ньютона, на дом, на который мы первые выезжали, на момент выезда, это было примерно полтора месяца назад, не было коммуникаций, не было тепловых коммуникаций, с застройщиком провели переговоры, подключился ТГК-2, были проложены коммуникации. Сейчас, на данный момент, тепло в этот дом уже подано, он уже стоит под отоплением. И остались недоделки, связанные с окнами, остеклением. Также застройщика обязываем. Есть компании, с которыми уже переговорили на территории области, которые будут заканчивать это остекление, потому что до этого подрядная организация была, если мне память не подводит, по-моему, из Питера. У нас окна – это не тот материал, который нужно везти из Питера. Поэтому вот с этим домом будем стараться максимально быстро и, может быть, даже в этом году постараемся ввести его в эксплуатацию. То есть я ни в коем случае не беру на себя таких обязательств, не обещаю, что все площадки за какой-то период будут введены. Нет, конечно, это очень долгий, сложный вопрос. Но когда возникает острая необходимость встретиться нам с жителями, которые приглашают, конечно, мы туда едем для того, чтобы эти вопросы снимались. Порой людям надо просто выговориться, рассказать то, что происходит. И действительно, при такой вот консолидации всех усилий областного правительства, департамента, мэрии, любой вопрос будет двигаться гораздо быстрее. И я ни в коем случае не буду самоустраняться и говорить, что это не наша полномочия и перекладывать на кого-то какие-то обязанности. Поэтому есть проблема у жителей, мы выходим и стараемся решить ее. Вот что касательно мануфактурной, там какие перспективы? По мануфактурной также с застройщиком есть понимание. Он был на встрече уже в администрации, обсудили то, что можем сделать мы. И в ближайшее время будет найдено решение, связанное с земельным участком. Мы предварительно проговорили, и он согласился с теми условиями, на которых обсудили дальнейшее строительство. Так как дом также порядка 95% уже достроен, там остались буквально небольшие отделочные работы, газовое оборудование поставить. Также этот дом не представляет какой-то серьезной угрозы. И дольщики также могут, скажем так, в обозримом будущем дождаться заселения и решения своей проблемы. Ну это действительно масштабная работа. Я напомню, мы работаем в прямом эфире, нам поступают звонки телезрителей. Давайте послушаем, что хотят нам донести. Здравствуйте, говорите. Алло. Здравствуйте. 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 Вас беспокоит Елена Ивановна, Заводский район. Скажите, пожалуйста, нас беспокоит судьба долгостроя по проспекту машиностроителей, дом 17-этажный, рядом с 21-м. Какова его судьба? Дело в том, что он не сдал, и нам нет хорошего прохода к остановке улицы Папанина. И также нет у нас тротуара более 8 лет уже от остановки Папанина до Дашимска. Спасибо за звонок. Ну вот действительно, тут как бы опять и долевое строительство, и инфраструктура прилегающая. По этому дому есть информация? Я не могу обладать информацией по всем абсолютно домам, которые находятся вот в такой сложной ситуации. Но обязательно этот вопрос запишем, уточню, что с ним происходит, и дополнительного внимания обратим. Внимание обращаем на те проблемы, о которых говорят. Поэтому те встречи с жителями, которые прошли фактически уже во всех районах города, у нас один район остался, и мы буквально через неделю на него выйдем, также проведем встречу. И вот те застройщики, те проблемные объекты, о которых говорилось, именно вот почему Ньютон. Ньютон был первый. Больше всего те жители будущие, которые заселятся в этот дом, дольщики, они как раз таки писали, поэтому туда и вышли. Говорится о проблеме, мы ее слышим, начинаем отрабатывать. Но решения по всем стройкам нет, и завтра они не появятся. Поэтому нужно двигаться поступательно, совместно с правительством, совместно можно сдвинуть и решить любую проблему. Ну а в частности, мэрия сейчас формирует новую градостроительную политику. Расскажите о ней подробнее, что за концепция? У нас много направлений. Я могу сказать, допустим, сейчас выбрать одно из них, это социальные объекты. На территории города действительно есть большая потребность строительства новых школ, новых садов. И для того, чтобы нам попасть в программу федеральную, мы за свои деньги не сможем такие объекты построить. Каждый такой объект стоит приблизительно, если это школа на тысячу человек, значит такой объект стоит около миллиарда рублей. В городе не будет таких средств. У нас есть возможность выделить земельный участок. Мы своими силами можем разработать проектно-сметную документацию, пройти экспертизу. И когда такой пакет документов у нас готов, мы можем входить в ту программу, которая будет открыта на тот период, когда у нас будут готовы документы. Вот эта работа сейчас ведется. Со всеми главами мы обсудили те площадки, на которых это можно разместить. Это Дзержинский район даже в большей степени, потому что то активное строительство, которое там велось и ведется. К сожалению, школы не строились, сады не строились. И сейчас по этим площадкам как раз будем готовить ту документацию, которая необходима. Когда она будет готова, тогда и будут названы объекты, которые попадут в эту программу. Но я хочу сказать, что на 2019 год у нас уже эта тенденция в лучшую сторону изменилась. И в 2019 году три объекта, это Ясли и один детский садик, уже будут введены. Поэтому динамика есть, она хорошая. Губернатор ставит задачу, чтобы именно мы на это особенное внимание обращали. Вот в этом направлении мы активно работаем. Главный архитектор у нас в городе появится, насколько мне известно. Да. Это следующее направление. Главный архитектор города должен быть. И без этого развитие города или даже, скажем так, отдельная какая-то территория, которая попадает под благоустройство, может, конечно, развиваться. Но должен быть человек, который за это отвечает, профессионал, и направлять, показывать проекты, отстаивать свое мнение обязательно в едином рабочем моменте с архитектором области. Потому что это все едино, у нас все взаимосвязано. Поэтому архитектор будет в ближайшее время. Владимир Михайлович, нам продолжают поступать звонки. Давайте послушаем, что хотят донести нам жители. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Приветствуем вас. Ага. Скажите, пожалуйста, когда будет поставлена остановка у 9-й больницы в сторону Норского? Стоят больные люди под дождем, под снегом и даже некуда присесть? Действительно, наболевший вопрос. Вообще остановочные комплексы в принципе? По остановочным комплексам ведем также работу. На следующий год она будет проходить в масштабах больших на территории города. Очень много поступает заявок по этой остановке конкретно сейчас также не скажу. Запишем. Если возможно, постараемся решить этот вопрос уже в этом году, если были какие-то работы проведены. Но остановочные комплексы, конечно, должны быть достойные, красивые. У нас порой в центре города, ну и не только в центре, на окраинах в том числе, стоят такие объекты, что на остановку ни в коем случае эта конструкция не похожа. Поэтому будем менять, будем устанавливать и те заявки, которые будут поступать, конечно, на них в первую очередь будем обращать внимание. Ну и вот не зря телезрители сейчас коснулись темы, в принципе, одной из частей, да, и одного из комплекса общественного транспорта. Знаю, сейчас вообще реформа масштабная планируется по этому поводу. И самый смелый, на мой взгляд, шаг это уменьшение количества маршрутных такси, что получат взамен горожане. Взамен горожане мы начинаем работу в первый шаг, это с разработки схемы транспортной, новой схемы городской, городского транспорта. В ней будут учтены как раз-таки и сокращены те дублирующие маршруты, которые там существуют и есть. Порой мы видим, что на одном и том же маршруте пересекается несколько компаний, которые, по сути, везут одних и тех же горожан. То есть мониторинг уже проведен, да? Да, работа такая уже начата, поэтому это первый шаг. После этого уже, после изменения, будут сделаны выводы, но я погружаться сильно в эту проблему не буду. Расскажу только о тех шагах, которые в ближайшее время будут сделаны. В новом году, в январе месяце-феврале у нас первые транспортные средства, это трамваи низкопольные, прошу прощения, троллейбусы низкопольные пойдут. И начало это январь, и где-то до середины февраля мы приобретем 7 троллейбусов. Также на следующий год планируется обновление автобусного парка. Порядка 50 автобусов будет закуплено. Есть механизм, как это все осуществить. Поэтому техника должна обновляться, город будет преображаться, ну и вот в таком направлении движемся. Ну и ведь действительно по ПТП очень непростая история, там из 176, по-моему, машин, если не ошибаюсь, порядка 130 самортизированы. И вот тот переход автомобиля, который будет, да, он необходим, но в то же время, мне кажется, этого будет недостаточно. Это первый шаг. Будем, конечно, стараться поменять стопроцентно подвижной состав. Тем более, когда техника выходит новая, мало того, что это внешне красиво, это приятно водителю везти тот автобус, троллейбус, либо трамвай, который новый. И, конечно, не особенно хочется выходить на технику, которая при выходе на линию ломается тут же или там через час буквально. Это экономия, это экономия топлива, то есть это эффективность. Первые 50 я озвучил, не могу я говорить пока о цифрах тех, которые будут уже к концу года. Все-таки это большая работа и нужно взвешивать те слова, которые будут озвучены. Поэтому пока 7 троллейбусов и 50 автобусов. Ну и, соответственно, по маршрутным такси тоже будет планомерно очень все происходить, поэтому люди не почувствуют как раз вот этого провала, когда не сбалансируется, так скажем, ситуация. Конечно, Ксения. Должна работа строиться на улучшение, ни в коем случае не на ухудшение. Ну и, тем не менее, вот сегодня, насколько я знаю, была достаточно сложная ситуация с автобусами. Их в перспективном будущем, конечно, станет больше. Но вот сегодня очень многие не смогли добраться до работы, потому что не смогли дождаться по многим маршрутам общественного транспорта. Что произошло и как проблема решается? Произошла ситуация, скажем так, нештатная. О ней никто не знал, кроме руководителя ПТП. Буквально перед эфиром у нас прошла в администрации встреча-совещание, сделаны выводы организационные, проведена беседа с руководством. И проблема заключалась в том, что руководитель не донес свою проблематику до руководства. Есть курирующий зам, который отвечает за этот вопрос. У нас проходит каждый понедельник планерки общие со всеми службами, которые, кстати, проходило во вторник буквально утром, где присутствовали все руководители города, и на планерках обсуждаются абсолютно все вопросы. Те, кто хотят решать свои проблемы, о них говорят. Руководитель не донес ту ситуацию, которая была, ну и получилось то, что получилось. Еще раз повторяю, выводы сделаны, такого не должно ни в коем случае повториться, и мы будем работать над тем, чтобы действительно ни в коем случае горожане не почувствовали таких моментов. Ну и вот нам поступают сообщения ВКонтакте, как я говорила, у нас открытая группа, куда можно прислать свои обращения. Я сейчас озвучу. Мария Березовская написала как раз по теме общественного транспорта. Конечно, 41-й, как вздумается, как пишет она, могут уйти раньше, могут прийти позже. Недостаточно рейсов, ходят непланомерно, и с работы добираться очень тяжело. Вот есть еще вот такие моменты, когда и не соблюдается график, здесь тогда каким образом будете действовать? Это именно та транспортная схема новая, которая разрабатывается, должна учесть вот эти все нюансы. Мы знаем действительно проблематику, когда говорят жители о том, что могут добраться до работы, но потом сложно уехать, потому что с определенного часа в этом месте почему-то автобус не ходит. Есть перевозчики, которые не соблюдают тот график, по которому должны двигаться. Есть такие проблемы. Проблема назрела не вчера появилась, поэтому для того, чтобы ее решить, конечно, должна быть системная работа. Это и схема, это обновление подвижного состава, это и контроль, и общественный контроль в первую очередь. Поэтому все, что поступает, то, что ярославцы пишут, обращаются, мы стараемся отработать. Я так понимаю, что у нас вскоре появится больше платных парковок, на сегодня их две, и знаю, что как раз для разгрузки города есть планы по внедрению еще большего числа платных парковок. Да, у нас те платные парковки, которые одна из них расположена на Красной площади, очень эффективно себя показывают, и такую сеть, скажем так, будем расширять. Парковки необходимы, то, что у нас в центре города на дорогах происходит, конечно, работаем также и над этим, чтобы эту ситуацию изменить. Вы знаете, я сейчас с трудом представляю, как зимой, когда выпадет снег, и техника должна будет подойти и убрать все, что находится рядом с бордюром на проезжей части. Поэтому решение должно быть комплексное, это как раз-таки организация тех зон, которые должны быть платные, те зоны, которые просто не могут быть использованы под парковку, потому что это уличные дорожные сети. Мы с вами видим в центре города порой четыре полосы, из которых две только работают, по которым можно проехать, а две заставлены машинами. Порядок нужно наводить, в этом направлении активно движемся. Но это коснется только центра города? Будет несколько этапов. В начале первой части это центр города, потом расширение. Но будем отрабатывать, учитывать те моменты, которые, они обязательно будут связаны с неудобством. Любое нововведение всегда люди привыкли оставлять. Вот я подъезжал к этому магазину, бросал машину, а сейчас нужно куда-то проехать 50 метров. Поэтому к этому нужно философски относиться, для того, чтобы наш город становился комфортнее, удобнее, конечно, нужно идти в ногу со временем. И это необходимость, которую многие регионы, наверное, уже большинство столиц регионов, к этому пришло. Мы тоже не должны отставать. Продолжая транспортную тему, отмечу, что масштабная работа была проведена в городе и по дорогам. Да, но так или иначе тоже связано с тем, насколько качественным будет наш общественный транспорт, потому что, да, как бы его сохранность зависит от качества дорог. И платные парковки сможем везти только тогда, когда у нас будут дороги хорошими. В 2018 году действительно масштабная работа проделана. Давайте посмотрим, подборку мы подготовили. В 2018 году было отремонтировано 23 магистрали общей протяженностью более 47 километров. Установлено 4 светофора. Схема ремонта везде схожа. Дорожники срезали старый асфальт, в два слоя укладывали новый. Практически везде в проект были включены люки, монтаж бордюров и перил, обустройство тротуаров. В 2019 году в рамках БКД впервые появится возможность не только обновлять асфальтовое покрытие, но и строить новые дороги. Список дорог еще формируется, но в приоритете те, за которые жители отдали больше всего голосов на онлайн-портале. Ну и вот действительно работа масштабная. Я так понимаю, что в 2019 тоже предстоит немало сделать. Какие планы по дорогам на предстоящий год? На 2019 год у нас попало количество дорог 9. Это и новое строительство, и ремонт старых дорог. Объем очень большой. Объем примерно по таким же масштабам, как и в этом году. Поэтому важно подготовить проектно-смертную документацию, подготовиться зимой, провести все конкурсы. И весной выйти на работы в максимально короткие, быстрые сроки за летний период их провести. Поэтому дороги будут ремонтироваться, строится. Динамика та, которая взята, она не должна ни в коем случае сокращаться. Ну и касательно проектно-смертной документации, совсем недавно прошли публичные слушания, где вы отметили, что именно на этом этапе как раз возникают проблемы. И большую помощь вы хотите от общественников получить. И в принципе контроль, который они осуществляли в течение текущего года по ремонту дорог, пригодился. Я знаю, что будет задан новый вектор. Как будете взаимодействовать с общественностью? У нас прошел буквально на этой неделе круглый стол с общественностью. Были специалисты абсолютно разного профиля. Это и общественники, это и преподаватели, это и профессионалы, и ветераны, которые в этой отрасли отработали много лет. Очень дельные предложения поступают. Те проекты, которые сейчас еще в стадии подготовки, также показываем, рассказываем, и если возможно что-то подкорректировать, корректируем уже сейчас. Лучше самих автомобилистов, самих жителей, никто не знает, что, как нужно сделать. Поэтому с общественностью у нас нет закрытых вопросов. Тем показываем, рассказываем и снимаем на этом этапе вопросы. Ну вот так движемся. Ну, открытый диалог у нас с вами идет и сейчас, и нам поступают звонки телезрителей. Здравствуйте, говорите. Добрый день, меня зовут Тамара. У меня такой же, также наболевший вопрос о долгострое ЖК «Дружная семья» на Жуковского, 29Б. Обещали, что в конце этого года, 2019-го, мы получим свои квартиры. Так, все у нас и стоит, и с места ничего не двигается. Про нас все забыли. Помогите нам, пожалуйста, получить нашу квартиру и решить нашу проблему. Спасибо большое за звонок. Действительно, тема наболевшая. Все уже, в принципе, ясно, что, по сути дела, текущий эфир стал возможностью донести до вас новые адреса, которые, может быть, пока еще не попали в социальные сети, по которым еще пока не обращались жители. И обязательно, как бы, каждый адрес будет записан и вам передан. Поэтому, я думаю, удастся донести ответы и потенциальные решения по этим адресам. Ну, а мы с вами продолжим. Заговорили об общественниках и взаимодействии с ними по многочисленным, на самом деле, вопросам. Помимо Дорожного, еще их помощь активно приходит по программе «Решаем вместе». Знаю, что тоже взаимодействовали с ними. Но на будущий год, насколько мне известно, вы планируете отремонтировать дворы не только по этой программе. То есть, собираетесь изыскивать дополнительные средства? Расскажите об этом. Действительно, масштабная работа. В декабре, действительно, у нас начнется голосование по программе «Решаем вместе» на следующий год. Будем выходить с жителями, обсуждать. Всех приглашаю активно участвовать, потому что те дворы, которые будут больше всего активны, туда и придет благоустройство. Но по итогу встреч с жителями, по проведенной работе этого года, мы поняли, что необходимо изыскивать дополнительные средства. Такие средства будут найдены, и дополнительно в каждом районе будут определены дворы, количество дворов, проведенных больше не по программе «Решаем вместе», как правильно выразиться, добавочных работ. Часто жители выходят, просят сделать въезд во двор, осветить двор, буквально несколько фонарей и лампочек. Это программа, никакой программы и быть не должно. Это текущая работа. Поэтому определились, что будет такое же небольшое голосование, проведено среди жителей всех районов, и они сами скажут, где и что нужно сделать. Поэтому дополнительные средства будем изыскивать, направлять, чтобы расширять границы благоустройства. А как здесь будет сделано дополнительное голосование? Тоже онлайн? Онлайн. Также можно будет заявку оставить, также можно будет и на сайте администрации. Мы обязательно доведем и везде об этом расскажем. Нам продолжают поступать звонки. Давайте послушаем, что хотят до нас донести. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Слушаем вас. Будьте добры, я житель Зеленого квартала, Ярославской области, деревни Реповицы. В чем у вас проблема? Проблема дома, 4 дома, 3 очереди, сданы летом. Был у нас Миронов, губернатор города. Дома сдали, 3 дома в эксплуатацию. До сих пор нет запусков дома, газа нет. То есть невозможно жить и делать ремонт. Хотелось бы узнать, подводку, когда у нас подключат газ. Спасибо за обращение. Есть информация по Зеленому кварталу и газификации района? Вы действительно правы. Сегодня у нас эфир посвящен дольщикам. Нет по всем домам информации. Мы все запишем, обязательно свяжемся. Только просьба оставить свои координаты, чтобы вы получили обратную информацию. Если был Дмитрий Юрьевич, Дмитрий Юрьевич губернатор области, а не города. Поэтому те объекты, которые в такой высокой стадии готовности, конечно, постараемся решить вопрос оперативно. Ну и мы с вами уже разговаривая о решаем месте, затронули тему бюджета. Сейчас идет формирование. В каких условиях предстоит жить городу? Как у нас сейчас формируется бюджет? Хотелось бы узнать подробнее. Бюджет на 2019 год совсем непростой. Он у нас получается по доходам и по расходам. Эта сумма одинаковая. Это впервые. Действительно на протяжении многих лет брались кредиты. Была непростая ситуация. Мы ни в коем случае руки не опускаем. С оптимизмом смотрим. В 2019 год у нас очень много внутренних резервов, за счет которых мы можем пополнить бюджет. И вот этот год как раз-таки должен в этом отношении быть переломным. Нужно больше обращать внимание на экономическую составляющую. Поэтому работа будет нацелена на увеличение бюджета за счет собственных средств. Если можно будет привлекать по каким-то программам федеральные, региональные деньги, также будем участвовать абсолютно во всех программах. Ну и вот хотелось бы все-таки понимание. Вы говорите о долгах. То есть сейчас, я так понимаю, все будет направлено на их погашение или какие-то основные, или какие-то есть другие направления, на которые будут основные суммы? Нет, у нас бюджет больше 60% социально ориентирован. И это зарплаты, это программы, которые должны быть выполнены. Они все без исключения будут выполнены. Поэтому граждане не заметят. Это просто цифры. Опять же, наша задача, чтобы все работало, все функционировало, все обязательства были выполнены. И это, не сомневайтесь, все будет выполнено в должном объеме. Нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте, говорите, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Это говорит Александр Павлович с пятерки. От улицы Добрынина до ФОКа и до Сбербанка сделан внутридворовый проезд. Недавно расширен. Но машины тут идут сплошным потоком. А пешеходам деваться совершенно некуда. Ездят по ногам. А дальше в ФОКа находится садик. Там тоже гоняют. Там лежатик полицейский, ничего нет. Примите, пожалуйста, какие-то хоть меры. А гони не бывают у нас. Спасибо за звонок. Знакома вам эта территория? Что можно там действительно предпринять? Может быть, есть какие-то уже решения? Да, знакомы мы обязательно с главой района Александром Васильевичем Трудоношеным и Кузнецовым Михаилом Александровичем отработаем. К сожалению, сейчас нельзя не сделать ни тротуара, ни какого-то капитального ремонта, так как уже зима и погодные условия. Но на следующий год обязательно по этой дороге примем меры и тротуар постараемся возможность сделать, чтобы был. Ну и вот также в социальные сети нам поступает много обращений касательно как раз вот схемы транспортного движения. В частности, ТЮС волнует очень сильно. Действительно, тоже есть как бы разные полярные мнения. Кому-то неудобно, но очень часто говорят о том, что сложно выехать из дворов. Будет ли пересмотр или как-то, может быть, измените эту систему? Или она останется по-прежней, придется как-то привыкать? — Ксения, обязательно по этой территории, по этой дороге с ГИБДД попробуем принять какие-то меры, попробуем поменять направление движения. Действительно поступает много обращений, нужно найти решение. Не факт, что при изменении в одну или в другую сторону что-то улучшится. Поэтому нужно все взвесить, будет комиссия безопасности дорожного движения, на ней будут приняты решения и посмотрим, как можно улучшить ситуацию. Действительно, она непростая, не очень удобно стало по этой дороге ехать, мягко говоря. Поэтому будем думать, что можно с этим сделать. — Ну и впереди нас ждут праздники, немножко о приятном. Да, поговорим. Новый год, сейчас мы уже видим, как город преображается, украшается. Какие еще работы будут проведены, например, на выезде с Суздальского шоссе уже стоит карета, полюбившаяся фигура ярославцам. Шары уже где-то появились. Что еще ждать к празднику? — В этом году освещение количества будет увеличено в разы. У нас также Советская площадь является традиционно таким центральным местом, на котором расположен каток, карусели, ярмарка. Там на сам Новый год в ночь с 31 на 1 будет организован концерт, мероприятие, сцена. Поэтому праздники пройдут достойно. На каждой территории из районов главы занимаются тем, чтобы также немного в большем количестве осветить, установить, оформить территорию, чтобы праздник ощущался не только в центре города, но и в районах. Вы все будете видеть. Это еще не все освещение, которое будет. Поэтому работаем над тем, чтобы праздник ярославцы почувствовали абсолютно везде на территории города. Мы немножко прервемся в разговоре о празднике. Нам поступают звонки. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, слушаем вас. Говорите, слушаем вас. Алло. Приветствую. Труфаново, дом 6, корпус 3. Лариса Станиславовна, меня зовут. Я председатель этого дома. Я неоднократно обращалась, а в том числе и жители наших домов. У нас единственный закон проезд во дворы. Мы 4 года уже бьемся, проехать невозможно. Раступит зима, ни скорой, ни экстренные службы к нам проехать не смогут. Благодарим за звонок. Есть информация по этому адресу? Да, мы на Труфаново выходили на прошлой неделе. Действительно, дороги в состоянии совсем, мягко говоря, нехорошем. Где-то яма по колено, и въезды, выезды. Очень тяжело автомобилистам проехать. И таких мест, к сожалению, очень много. Поэтому, вот о чем я говорил, в этом году будут дополнительно изысканы средства, и мы будем стараться, чтобы таких мест стало меньше. К сожалению, не хватит средств на все и в 2019 году. Но работаем над тем, чтобы такие работы проводились регулярно, чтобы эта динамика не останавливалась. Мы должны понимать, что за несколько лет такую работу можно провести. К сожалению, за год и за два ее не сделать. Я никого обманывать не собираюсь. Поэтому в преддверии Нового года мы еще, конечно, встретимся, но будем с оптимизмом смотреть. И пусть 2019 год станет немного в этом плане лучше. Ну и под финал нашего эфира не могу не затронуть тему 5 декабря, когда состоится избрание городоначальника. А сейчас 10 претендентов. Вы в их числе. Какой главный спич озвучите на комиссии? Очень много поступило предложений от депутатского корпуса, от жителей. Та программа, о которой я расскажу, уже 5 декабря, она будет строиться именно на учете этих всех пожеланий, которые поступали. Много идей, много планов. Работа будет строиться именно такая общая, коллективная на то, чтобы наш город развивался, двигался вперед, становился краше, участвовал во всех программах, чтобы в него было интересно приезжать. Это обычная наша работа. И я надеюсь, что депутаты поддержат. И я постараюсь учесть все те предложения, которые поступали от них. Настрой какой? Рабочий. А на победу? На победу. Только на победу. Это хорошо. Ну что ж, я желаю вам успехов. Напомню, что в эфире была программа «Диалоги». На этом ее время подошло к концу. Буквально через несколько минут мои коллеги из информационной службы новостей расскажут вам о главных событиях города. С вами была Ксения Власова. Не переключайтесь, оставайтесь на городском телеканале. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова